Всем привет! Итак, дорогие друзья, поскольку с ваших вопросов о норме у меня стало появляться желание заигнорить или забанить вас на стриме, я решил помочь вам этим видео порассуждать о вашем уровне игры и самому решать, нормально ли вы играете на своё ПП. Сразу говорю, хоть и было сказано в дисклеймере, всё видео построено на моих мыслях, суждениях и аналитике, ни больше ни меньше. И это всё не имеет никакого определённого значения, смысла или стандарта, так что не стоит воспринимать это всё всерьёз. Итак, давайте начнём с вашего аккаунта. Для примера я взял свой. Для начала я взял 20 случайных аккаунтов со страницы в топе, где находится мой профиль. Для чистоты вычисления вы можете взять больше аккаунтов. Из этих аккаунтов я взял наигранные часы и вычислил, что в среднем на 7 КПП люди имеют от 450 до 1200 часов. То есть в игре в среднем 7 КПП игрок должен иметь 825 часов. Из этого можно сделать вывод, что я переиграл на целых 760 часов и что собственно делает меня бездарем в ПП фарме. Если бы не одно но. Во-первых, не абсолютно по барабану. Но во-вторых, если серьёзно, у этого результата есть очень большая погрешность из-за того, что ваши часы не учитываются в случае если Скор был поставлен на ранг карте. Игра в оффлане или на другом неофициальном сервере. В мультиплеере, если вы играли со скором в 2 или же если вы играли со скором в 1, но сфейлили или ливнули с карты. Если аккаунт вышел из бана и ему обнулили статистику. Если есть ещё ситуация, при которых не учитываются часы, вы можете написать под видео. Ну а также, просто человек может играть вечно на одном уровне без цели получения бесполезного ПП, а просто для чила и развлечения. Случаев много, поэтому и данный метод не является точным. Но никто не мешает вам воспользоваться им. И важно, даже на рандоме вам могут выпадать абсолютно абсурдные аккаунты. Типа 100 часов на 7 КПП или 1200 часов на 3 КПП. Как раз таки эти аккаунты являются жертвой погрешности. И их как исключение можно не учитывать. Поэтому постарайтесь найти среднее примерное значение. Допустим, на 3600 ПП мне часто встречались аккаунты от 150 до 400 часов, что в среднем является 275 часов. На 2200 от 100 до 300 часов, что в среднем 150. Я думаю, что имея математические знания 3-4 класса, можно и самому подсчитать среднее количество сыгранных часов на ваших ППП. Опять же, не забывайте про случаи, которые я перечислял ранее, при которых данный метод не является точным. Ну а еще, дорогие друзья, знайте, что каждый из нас индивидуален и развивается с разной скоростью. Поэтому все эти подсчеты имеют максимально мизерный вес. Ну а так можете просто сравнить свои часы с часами ваших соседей по ППП. И да, если вы не знаете, что пофармить, можете просто взять и попробовать зафармить их топ-скоры. Ну и давайте перейдем к вашим скорым, попробуем там найти норму. Тут, конечно, хорошо бы иметь суппорт, но давайте разберемся пока что без него. Сразу говорю, возможно, это будет несправедливо, так как я сужу по своему рангу. Но для меня нормальный скорый это в случае, если я обошел 90% мирового топа. То есть, если карту сыграло 1 тысяча игроков, я занимаю место в топ-100. Или же, если 10 тысяч игроков, я вошел в топ-1000. И да, легкие фармокарты я не учитываю за нормальный скор. В моем же случае я обращаю внимание на фармилки, где есть хоть какая-то сложность. Технокарты, ну или просто карты в мировом топе, где либо очень мало ФК с ХР, или же просто мало ФК даже с новым модом. Но почему же 90%, ведь норма это половина, то есть 50%. Опять же, даже в мировом топе существует погрешность. Например. Например, это моды. Их большое количество, и много модов влияют на старрейт карты, и на сам скор. И поэтому игроки в топе могут иметь скор меньше вашего, только потому, что они врубили моды, которые сильно усложнили карту, или же просто подрубили No Fail или Автоспиннер, и ФКшнули ту же самую карту, что и вы. Но получили меньше скорой из-за того, что эти моды забирают часть их же скора. Но также есть случаи, при которых это работает в обратную сторону. То есть люди обгоняют вас за счет, допустим, Хиддена или ХРа. В моем же случае это вполне нормально, если меня обгонят с модом, так как я играю такого рода карты, где Хидден и ХР реально усложняют игровой процесс. Ну, для меня лично. И поэтому в расчеты берут только первый случай. Также в топе могут быть скоры, где люди просто нажали на одну ноту в No Fail и ушли по своим делам. Допустим, 5% топа могут быть засраны этими скорами. Ну и учитывая это все, я пришел к тому, что если мой скор попадает в 10% мирового топа, то он более-менее нормальный. Если вы не знаете, как вычислить 10%, то просто умножьте общее количество игроков в топе на 0,1. Если вам впадду делать такие сложные математические вычисления, просто приложите свой пальчик к последней цифре общего топа. И так вы увидите, какой нормальный топ у вас должен быть. Так, вернемся к суппорту ВОСУ. Чем прекрасен суппорт, так это тем, что ты можешь посмотреть мировой топ по модам, по стране или среди друзей. Не знаю, как вам, но мне лично проще оценивать свои же скоры относительно этого топа. Но скорым по модам я не пользуюсь, так как играю на модом. Но допустим, если вы ДТ-плеер, вы можете посмотреть, как вы сыграли относительно других ДТ-плееров. И так с любым модом. А лично я пользуюсь топом страны, ну или топом друзей. Чисто по фану. Ну, я надеюсь, благодаря мне вы теперь будете сами анализировать норм или не норм. А так я искренне желаю, чтобы вы все-таки в первую очередь играли, несмотря на других людей. Играли для себя. И играли фа-фан. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также можешь поделиться этим видео с другом. Всем удачи и саёнара. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok